В редакцию информбюро с просьбой о помощи обратилась жительница Алматинской области. У оседжен Сагбаева эпилепсия. Приступы случаются по 20 раз в день. Из-за этого ее не берут на работу. Вдова воспитывает двоих детей. Порой им даже нечего есть. Оседжен Сагбаева старается успеть все дела по дому, пока нет приступов эпилепсии. Но это удается не всегда. Когда нет необходимых лекарств, обморок может наступить в любое время. Каждый раз она обнимает своих детей, боится, что очередной приступ станет последним. Осед как узнала, что приедет съемочная группа, заняла денег и накрыла на стол. Угощением очень обрадовались дети. Такой Дестархана не видят нечасто. Старший прячет свое лицо, боится насмешек одноклассников. Младший решил высказаться. Мама болеет, всегда боюсь. Она нас с братом после приступов не узнает. Нам иногда страшно. Отец мальчиков умер почти 7 лет назад. Приступы эпилепсии осед связывает с пережитым шоком. Живут они в съемном доме в Карасайском районе. В квартире очень холодно. Сейчас семья осед несколько дней вынуждена жить без горячего. Сварить суп, например, в этой семье стало большой роскошью. А все по одной простой причине – нет угля. Семья вынуждена спасаться горячим чаем. Но наша героиня переживает, что они могут остаться и без этого. Денег на оплату электричества у них нет. В окемате сельского округа о проблеме этой семьи знают. Осед уверяют, что каждый раз ей только обещают помочь. Вдруг выяснилось, что социальные выплаты ей не положены. С 2020 года новый формат АСП. Там есть поправки в законе. Более двух месяцев на лечение. Это туберкулезно больные. А про ВКГ в законе ничего не написано. Эта семья нуждается в поддержке. Телефон родственницы осед вы видите на экране.